Добрый вечер! Сегодня разговор пойдет, по крайней мере, в первой части о добром, светлом, о том, как поднять продажи. У нас достаточно цивилизованный рынок, у нас продаются практически все автомобили всех брендов, и вот сейчас, наторговав очень удачно, очень успешно, несмотря на полное преодоление кризиса, которого у нас не было, и показав практически 3 миллиона новых проданных машин, потихонечку дилеры представительства, ну, так, очень осмотрительно, очень осторожно прогнозируют будущий год, и на всякий случай самые оптимистичные говорят, что наш рынок вырастет еще на 5%, самые пессимистичные тихонечко сворачивают заказы, говорят, ну, мы, конечно, посмотрим, 5% тоже радуют, на самом деле, скорее всего, будет все не так радужно. И все-таки нам машины нужны, мы в этом безбрежном море пытаемся сориентироваться, программа наша посвящена как раз мукам выбора, но вот можно ли чем-то как-то, что называется, взорвать наш рынок? Вот можно что-то такое предложить, что неважно будет совершенно для клиента, кризис не кризис, есть деньги в кармане, нет денег в кармане, вот что-нибудь абсолютно взрывное, вот такое предложение, после которого первый, кто это сделает, выиграет бесспорно и положит на обе лопатки любого. Маленькая предыстория вот этих вот взрывов. Сколько настоящих, серьезных взрывов на рынке новых автомобилей в нашей стране было? Ну, наверное, при прочих равных условиях, вы как раз сейчас поймете, о чем я говорю, что я имею в виду под этими взрывами, при прочих равных условиях было, наверное, два. Первый взрыв произошел благодаря компании Rolf, она где-то, наверное, году так 97-м предложила на рынке машину, имеющую совершенно уникальное сочетание, автоматическая коробка и кондиционер. Это такой статусный вариант, это такое сочетание успеха, что было неважно, в какую оболочку все это заключено. Это было заключено в оболочку машины под названием Lancer. То есть типоразмерчик, ну, Жигулевский, непрестижный, но зато можно было так небрежненько помахивая ключиком, а иномарка тогда очень хорошо ценилась. Да еще новая, да еще в салоне. И после этого так небрежно. Да, коробка-автомат, да, кондиционер. Это было взрывное предложение, оно не стало совсем массовым, только потому что страна по кошельку еще не дозрела. Но при всем при том, та группа лиц, которая как раз уже в муках выбора пыталась как-то определиться, то есть те, кто немножко поднакопил, они на это среагировали. И Рольф тогда поднялся великолепно и бренд Mitsubishi. Вы помните, как мы раньше относились к этому бренду? Мы же к нему относились очень серьезно, мы видели в нем потенциал. Это была настоящая японская машина, любимая уже просто по умолчанию. А тут такое блистательное сочетание опций. Вот это было взрывным на рынке. Это очень здорово сказалось. Потом следующий эпизод был в 2002 году, когда в нашу страну пришел Nissan Premiera. Это третье поколение было. Помните, чудо-юдо рыбакит? Машина странная по дизайну. Одна из немногих четырехдверных двухместных машин. Садиться в нее было неудобно, ездилось на ней как-то не особо. Приборы эти чудовищные посредине. Японцы 7 лет потратили на то, чтобы всему земному шару объяснить. Здорово, когда приборы посредине. Вы же на коленку у соседки смотрите, вы же, можно сказать, ее ручкой-то за коленочку-то хватаете. А что, там еще и приборы будут? Ну, вы пока к коленке тянетесь, ну, вы гляньте, какая у вас скорость. Они всему миру объясняли, что правы, изобрели, замечательно, здорово, после чего машина канала в небытие. Все, больше нет никакой премьеры. И на смену на нашем рынке ей ничто не пришло. Всякие там блюбеды, которые идут по другому совершенно счету по другим странам, нас не коснулись. Но пришел Nissan Premier. У него была фантастическая опция, которая рванула безудержно. Это была первая массовая машина с установленной видеокамерой заднего вида. Вот ни у кого нет. А у Nissan Premier есть. Причем, хорошо, монохромный дисплей, неважно. И по статистике, самый массовый покупатель был с мотором 1.6. То есть, едет эта табакерка, не едет, неважно. Но зато, во-первых, эта большая машина престижна всегда. А во-вторых, ну, ни у кого нету видеокамеры. То, что серийно такую штуку первыми предложили на Isuzu на модели V-Cross. Кто видел этот V-Cross? Кто вообще знает, что это за машина? Была для американцев сделана, там же и канула тоже. Но Nissan взорвал рынок. Это было блистательно. Это вот, я сейчас говорю не о предложениях, когда, предположим, можно было имитировать какую-то выгоду, можно было предложить скидку, можно было людей подтолкнуть рекламой. Успешная реклама тоже была. Но вот здесь была предложена опция, или сочетание опций, или комплектация, которая продвинула бренд, подняла продажи. Mitsubishi Lancer, автомат, кондиционер, Nissan премьера, камера заднего вида. Вот сейчас есть еще одна возможность выиграть блистательно, предложить такую штуку, которая взорвет рынок, и неважно на какой машине это будет. За эту идею может взяться дешевый бренд, может взяться дорогой. Машины будут идти как горячие пирожки. Если даже это придумает Rolls-Royce, Rolls-Royce будут покупать. То есть продажи будут там не 8 машин, а целых 12. Если предложит KIA, неважно на что, но лучше всего на Solaris, Solaris просто пойдут так, как они даже, они сейчас неплохо идут, но они пойдут еще круче. Что же за опция? Я предлагаю всем, кто меня слышит из московских представительств, отнестись к этому всерьез, подумать и уломать производителей за рубежом, а может быть нашей стране, на появление впервые в истории нашей страны, мирового автопрома и всего человечества штатного, установленного на заводе видеорегистратора. Вот эта идея с видеорегистратором в нашей стране, она вообще долгоиграющая, по большому счету вечная. Беспредел на дороге у нас будет всегда. Справедливости у нас не будет никогда. Доказать, что ты не виноват, ты можешь только случайно. Ну просто потому, что там, ну не знаю, вдруг там милиционер честный попался или оппонент просто скончался, поэтому он не может тебя оклеветать. Но в целом никогда не докажешь, что ты был в чем-то прав. Видеорегистратор на сегодняшний день по продажам опережает смартфоны в нашей стране, потому что, оказавшись в ценовом диапазоне от полутора тысяч и выше, это блистательный подарок любому по любому поводу. На день рождения, на 23 февраля, на 8 марта. Так или иначе, почти все мы причастны к автомобилям. Видеорегистратор — это панацея, это важнейшая вещь. Это не развлекуха, это не баловство, это очень серьезно. Видеорегистратор стоимостью полторы-две тысячи рублей, ну не то чтобы спасает, но в случае неприятностей помогает всерьез. И чисто технически это реализуется в пять секунд за две копейки, потому что видеокамеры по кругу давно уже стоят. Сколько машин у нас имеют и активный круиз-контроль, сколько машин у нас имеют видеообзор, заглядывая между колесами под передним бампером. Что там у нас? Куда ты, хозяин, там меня пытаешься бампером приложить? И сбоку, и справа, и слева, пожалуйста, и дорогие Lexus, и Mercedes, и BMW, и Nissan. То есть, это уже потихонечку опция спускается вниз в ценовом диапазоне. Осталось сделать одно — просто поставить штатный видеорегистратор за лобовое стекло, сделать простейший USB разъем — все, пожалуйста. Вот эта опция, она взорвет рынок. Тот первый, кто додумается всего-навсего до этой скромной технической реализации, он выглядит совершенно безудержно. Причем он будет прогрессировать в продажах, вне зависимости от стоимости автомобиля, он будет прогрессировать в продажах до тех пор, пока не появится следующий. Вот когда придет второй конкурент, может быть, как-то слегка это снизит продажи. На самом деле нет, потому что насыщение рынка не произойдет, и машина со штатным, не криво-косо, а нормально, полноценно установленным видеорегистратором, который невозможно выдрать никаким лобом, который нельзя украсть, который не пересекает тебе возможность обзора какими-то проводами, кишками, не требует подзарядки. Вот он он, штатный, хорошо установленный, спрятанный. Он спрятанный, никто не видит. Мало ли что у тебя там такое торчит. Ведь очень много всяких приборов на лобовом стекле, например, там автодворники, ну там какая-то линза, вот она, где-то что-то такое. А кто на это обращает внимание? Кто-нибудь выдирал когда-нибудь это? Но если только очень хочется ломом соседу в принципе, неважно по какому прибору, по какому месту. Это замечательная, устойчивая, криминогенно непривлекательная опция, которая поднимет продажи абсолютно любого автомобиля, любой марки. Вопрос только в том, кто первым это реализует и как скоро. Тем более, что законодательно не требуется абсолютно никаких усилий. Не нужно ходить в государственную дуру или в московскую дурочку, обсуждать это и пытаться как-то законодательно это закрепить. Пожалуйста, это всего лишь навсего. Опция, которая уже существует, тем более, что особо боязливым. Пожалуйста, административный регламент, он как раз черным по белому пишет, что никто не вправе нам запрещать препятствовать и ставить палки в колеса в случае, если мы хотим что бы то ни было, начиная с общения с инспектором и заканчивая вообще по жизни, зарегистрировать на фото, либо на видео, либо на аудионоситель. Вот. И со звуком, конечно. Причем, если эта машина, ну, с задним дворником, просится уже второй видеорегистратор сзади, чтобы можно было насчет подставы поспорить. А для параноиков четыре по кругу. Ведь стоят же четыре видеокамеры. Стоят. Они позволяют человеку увидеть, куда он там паркуется. Пусть там стоит видеорегистратор. Причем, одна система может быть совмещена с другой. Одно другому не противоречит. Это может быть одно и то же, только исполнительная функция первоначально выводится на дисплей, ты смотришь, куда ты приехал, куда ты паркуешься, а, в принципе, у тебя ведется запись, и, пожалуйста, те же самые видеокамеры все это нормально фиксируют. А еще у нас есть протокол Bluetooth, а еще у нас есть Wi-Fi, поэтому, если что, оно может уже тихо складироваться на ваш компьютер во время поездки. И даже не стоит вопрос, когда, например, милиционер у вас изымает. Пожалуйста, все сняли, все дома, все в архиве, замечательная вещь. Перерыв на новости. Вы потихонечку, потихонечку, полигонечку пытаетесь дозвониться на мою любимую радиостанцию по телефону 65 10 9 9 и 6. Несколько вопросов, которые висят у нас на сайте. Вам задали вопрос по поводу универсальной машины для России, почему Renault Duster не был назван вами. Duster очень неплох, Duster требует навыков управления. Если помните, я сказал, что самая универсальная машина – это Touareg. Touareg больше позволяет. Современные машины развиваются по пути упрощения функционала. Это как телевизор. Нажал одну кнопку, и ты уже его смотришь. Не нужно керосинку, не нужно спутниковую антенну, не нужно ничего. Duster – это замечательный, действительно универсальный автомобиль, многое позволяющий. Просто посложнее и покрупнее Touareg позволяет больше. В этой связи он более универсален. Еще этот поиск автомобиля, причем не нового двух-трехлетнего Skoda Octavia. Вопрос по поводу двигателей и коробки. Вот что надежнее? Самое надежное сочетание на Octavia на вторичном рынке среди двух-трехлетних машин – это мотор 1.6, старенький тот самый 105 лошадей, и ручная коробка передач. Но будьте готовы к тому, что если она двухлетка, вы нарветесь на такси со скрученным спидометром. Пробег у него будет где-нибудь 400-600 тысяч, а вам скажут, что там всего лишь 50-60. Чисто внешне вы, кстати, этого не определите. По состоянию мотора тоже там, ну может быть, чуть-чуть маслицем он поплевался где-то из-под клапанной крышки, но во всем остальном совершенно неубиваемый агрегат. Очень интересное такое вот, какое-то даже не противопоставление, а попытка сравнения Pajero 4 или Defender 110. Это разговор из серии «Трехкомнатная квартира» или «Сарай на берегу реки». Для некоторых ситуаций жизни сарай на берегу идеально подходит. Для некоторых, ну для большинства, все-таки трехкомнатная квартира, желательно с паровым отоплением, с канализацией, с горячей водой. Defender 110 – это машина для человека, который склонен к мазохизму, к самоистязанию. То есть он в душе герой, хочется совершить подвиг, но амбразуры нет. Женская специализация не позволяет вторгаться в игры с запихиванием лошадей, скачивающих в горящие избы. Поэтому приходится совершать какие-то подвиги такие вот бытовые. Для этого покупается 110. 110 чем хорош? Он долго мучительно ремонтируется, он мощно и серьезно наворачивается, он апгрейдится и на нем тяжело едется. Нужно привыкать, нужно себя заставлять и нужно каждый раз объяснять себе, зачем ты это сделал. Если тем более речь идет о какой-то охоте, хочется поехать ради развлечения, хорошо отдохнуть, убить кого-нибудь там, застрелить или ранить, чтоб помучался. Defender для этого, конечно, подойдет больше, чем Pajero. Потому что Defender, он измотает душу так, что захочется застрелиться самому, убивать уже будет некого, тем больше не доедете до места убийства. А Pajero 4 – это достаточно универсальный автомобиль, он прогнозируем в городе, он хорош на бездорожье и он, что называется, от рождения, благодаря своему суперселекту, позволяет очень много. Def, он борется за счет геометрии, за счет ходов подвески. Pajero выигрывает в этом отношении и по комфорту, и он сильно выигрывает благодаря блокировке заднего дифференциала, которая сама делает чудеса, вне зависимости от таланта водителей. Ну, а теперь я вам рассказал о том, что было интересно мне, частично интересно вам, а теперь полностью переключаюсь на ваши вопросы. Николай, вы открываете бал. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Сергей. Хотел, наверное, посоветовать вам. Вам надо было идти запатентовать сначала с видеорегистром встроенного, а потом озвучивать уже на всю страну. А мне не жалко. Знаете, если кто-то придумает что-то хорошее, это вот то же самое, как у журналистов постоянно идет состязание, кто первый придумал какой термин. Я, например, не спорю, но тихо горжусь, что я был первым, кто на авторадио еще в конце 80-х предложил, например, формулировку придорожная милиция. Вот она теперь используется всеми. Придорожная милиция – это такое общее употребление. Я был первым, кто придумал джиперы, джипуют, джипование и прочий синонимический ряд. Или, например, проходимец в отношении машины повышенной проходимости. Сейчас это нормальная языковая норма. Я совершенно не против этого. Пускай все пользуются. Если нравится, если это позволяет людям довольно точно сформулировать свою мысль. Поэтому с видеорегистратором, если кто-то его предложит, если подхватит, если мы будем первой страной, в которой видеорегистраторы штатно устанавливаются на машины, мы от этого только выиграем. А лавры, недоставшиеся мне как первому, совершенно мучить меня не будут. Я понял. Сергей, ну а из вопросов, скажем так, выбора, ну, наверное, такой пространный вопрос, но все же собираюсь покупать первый личный автомобиль. Сейчас в основном на корпоративных, скажем так, получается. Соответственно, от 700 тысяч, наверное, до миллиона. Что бы посоветовали, может быть, даже из, скажем так, двух-трехлетних, но, скажем так, из личных мыслей, то метаюсь между вот Kia, Ford и Hyundai. А какие? Kia, Ford и Hyundai, они разные? Ну вот Ford Focus, Kia Ceed, Hyundai, ну, Solaris, наверное. Ну, либо Elantra по размеру. Kia Ceed и Ford Focus. Вот это два очень хороших автомобиля. Ceed сейчас пришел новый на наш рынок. Он немножечко странный по цене. По-моему, они немножко головой ударились перед тем, как назначить такую цену. Потому что прошлый был, ну, как-то наравне, а тут прямо аж как будто круче. Да, да. Тем более, как всегда, приходишь в салон, садишься, начинаешь мечтать с калькулятором. Хочу то, хочу все, хочу это, потом понимаешь, что можно пойти купить Мерседес за углом за эти деньги. И Kia Ceed, он великолепно придуман, он очень классно держится за дорогу. Меня радует, например, подогрев руля в качестве опции, но я не понимаю его ценника. А голым, ну, голым, если его брать, тогда можно просто уходить на Kia Rio, и эта машина с мотором 1.4 на ручке будет великолепной машиной. То есть, за свои деньги очень классно. Ford Focus в этом отношении универсальней, но у Ford тоже же подлянок очень много. У него половина комплектации не предусматривает никакой шумоизоляции. Вам кажется, например, вы приходите, берете машину с мотором 2.0, но не какой-нибудь там, ну, какой-нибудь трендлайн. И выясняется, что шумоизоляции нету, и это очень странно, потому что вы заплатили как за двухлитровую машину. А вы можете взять Титаниум с мотором 1.8, и там окажется уже шумоизоляция. Вот такие подлости там просто приходится предугадывать заранее, тем более, что половина менеджеров совершенно искренне не знают об этом. Они говорят, а что, хорошая машина, ну, берите. А не хотите, ну, не берите. Разбираться с этим долго придется. Фокус очень неплох, и фокус тоже хорошо держится за дорогу, и при всем при том, почему-то в отношении него цена кажется адекватней. Тогда кидайте монетку. А Солярис? Солярис тоже можно, но лучше Рио. Лучше Рио. А, скажем так, рекомендация такая же, если, ну, периодически в отпуск, там, на тысячу километров куда-нибудь загораться. Знаете, не пугайтесь, ведь вы сейчас тоже же на чем-то ездите, и, скорее всего, то, на чем вы сейчас ездите, выясняется, что годится и в пиры в мир, и в добрые люди. Можно по городу ездить на КамАЗе, а можно на дальний бой уезжать на Матисе. И то, и другое, ну, потребует некой привычки, но, тем более, помните, как предыдущие поколения наших с вами родственников и соотечественников катались, например, из Воркуты в Крым на Горбатом Запорожце? Да. Ну, было же, и никто по этому поводу не говорит, что это невозможно. Все знали, что это абсолютно возможно. Мы избаловались, да, мы любим комфорт. На дальний бой я после того, как несколько лет подряд на Украину ездил на Матисе и был, в общем, абсолютно свеж, как молодой редис и не затейлив, как грабли после такой поездки. Ну, я считаю, что дальше уже можно адаптироваться под что угодно и доехать на чем угодно, куда угодно. Леонид у нас на связи. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Хотел вас спросить. Собираюсь приобрести Jaguar XS. Ух ты. По спецпредложению, двухлитровый бензиновый, новый двигатель, насколько я понимаю, с коробкой автомат, с целыми восьми передачами. Да, ZTF. Да, это моя большая гордость. Я, в принципе, был у Jaguar S-Type еще с 98-го, кажется, года. Просто в спецпредложении, конечно, ну, просто нравится машина, она необычная, их очень мало. Леонид, к чему вам советы? Ведь вы правильно совершенно идете путем, нравится, не нравится. Если машина не нравится, ее не имеет смысла брать. Jaguar – это автомобиль, который за вас, аудитории, сразу все объяснил. Jaguar не покупает случайно. Jaguar покупает потому что. А вам, в довершении ко всему, он нравится. И совершенно неважно, что вам скажут, например, слесаря из смотровой ямы. Они обычно считают, как доктора, что все люди вокруг заболели, а все машины поломались, как их личная жизнь. Неважно, что они по этому поводу считают. Jaguar достаточно хорошо относится к своим клиентам. Он знает, что бывают проблемы, тем более XF. Ну, он же красивый. Он долго не устарел. Он очень красивый, да, он мне очень понравился. Это всякие, знаете, очень отличает, ну, во-первых, комплектация, конечно, хорошая, но и всякие мелочи, как, знаете, моргание кнопочки старта, это, конечно, такая мелочь, но она, в общем-то, так вот нравится сильно, что ты просто не можешь сказать, что нет, это полная фигня и я ее не хочу. Вы не будете Джеймсом Бондом, который быстро впрыгнул и уехал, потому что вы подошли, эта машина требует смакования, вы открыли дверь, вы спокойно погрузились в салон, в эту меблировку, вы повернули ключ, у вас вылезла эта кнопка с красной пульсацией, вы на нее нажали, и оно после этого ожило и поехало. И, Леонид, вы абсолютно счастливы. Да, просто у них еще и уару встала гарантия три года, что меня удивило, конечно, тоже. Без ограничения пробега, то есть, видимо, или они настолько уверены в своей машине, или, ну, не знаю. Ну, Ягуар, вы же в курсе, что на прошлой неделе Ягуар оказался совершенно уникальным автомобилем на планете Земля, потому что на полюсе холода он запелся. И полюс холода был такой прямо круче, чем в России. Но после этого, как же не сделать три года гарантии? Замечательная машина. Ну, то есть, вы думаете, нормально, да? Да. Если человек пришел к Ягуару, не слушайте никого, идите и покупайте, потому что это Ягуар. С этим все уже понятно. Антон, это уже вы. Здравствуйте, Антон. Да, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Очень рад, что вам дозвонился. За два дня звоню. Правильно, все так делают. Хотел вас спросить по поводу видеорегистраторов. Я, конечно, согласен абсолютно, что видеорегистратор – это вещь нужная со стороны водителя, чтобы в ситуациях доказать свою правоту. Конечно. С другой стороны, не нарушает ли видеорегистратор права других людей? Допустим, вот я или кто-то другой не хочет, чтобы его снимали автомобиль, и никто не застрахован, что видео... Да, Антон, тогда все абсолютно правильно. Тогда не выходите из дома, потому что видеорегистратор нарушает ваши права, взгляд со стороны нарушает ваши права, А если вам, не дай бог, еще автобус нечаянно хлястик пиджака прищимит, то это будет покушением на свободу перемещения. То есть вы сразу можете жаловаться в Конституционный суд. Ничто не нарушает. Пользуйтесь на здоровье. Перерыв на новости и рекламу, потом вернемся. Телефон любимой радиостанции 6510996. Послесловие Антону по поводу видеорегистраторов, нарушающих права и вторгающихся в личную жизнь. Вы помните, как, например, болезненно реагируют в деревнях, особенно в пивнушках, на косой взгляд. Сразу снизу в челюсть, потому что ты на меня посмотрел, а меня это сильно оскорбило. Поэтому вот тут тебе вхрюсло и прилетело. Так можно, в принципе, взять глухую оборону, запереться в доме, забаррикадировать дверь, тогда точно проникновения не будет. Правда, потом придет слесарь или сосед этажом снизу, и будут те же самые проблемы. Марина, Марина, вы с нами. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер, Сергей. Рад вас слышать. Хочу альтернативку Мурана. Ух ты! И сколько вы на своем Муране проехали? Я смотрю, говорю, 83 тысячи. Нормально. 23 года. Хорошая советская машина Ниссан Мурана. Слабая втулочки и раздатка слабовата. О, вы даже раздаткой пользовались? Скажем так, я ее меняла через 20 тысяч. Много раз меняли? Один, к счастью. Ну и нормально, по гарантии. Вот для чего нужен. Смотри, месяца ждала. Сначала привезли одну часть, потом, оказывается, в сборе туда довозятся еще остальные части. И все это морем. Нет, чтобы DHL заказать, как все нормальные люди. Так они вам морем. Не знаю, чем они, но очень долго. Я с ними потом ругалась. Теперь пора что-то в своей жизни поменять. Видимо, уже не столько раздатку, сколько машину целиком. Да, естественно. Уже приходит все-таки срок. Хочется вот что-то другое попробовать. Тоже что-нибудь около 250 лошадок, но не больше. Да, понятно. И такая же маневренная, чтобы была. Ну, маневренности особо у вас не было, поэтому почти любая другая машина, да и тем более с такой мощью, она будет весьма маневренная. А вы уже на что посмотрели? Вам же что-то улыбнулось? Нет. Вот как-то мне ничего не улыбается. А почему? Не могу сказать. Либо цены кусаются, да. То есть улыбается мне вот очень Acura RDX. Вот улыбается. Но цена и мощность лошадок, то есть сразу налог за 50 тысяч стоит она. Да, но RDX с MDX сейчас к нам придут в страну официально. Они уже нам третий год подряд рассказывают сказку о том, что завтра придем. Ну, послезавтра они точно придут. И если вы дождетесь этого счастливого момента, у нас с этого года Acura уже пойдет официально в нашей стране в продажу. Поэтому... Она все равно же будет больше, чем 1,8. То есть в любом случае. Потому что у меня была MDX, она сейчас... Я ее покупала 5 лет назад, она стоила 100 тысяч долларов. Она... Я не скажу, что сильно-то опустилась. И придут они, но опустятся тысяч на 10. Может быть. Поскольку это все-таки Honda, а у Honda у них очень высоко задранный нос. Они даже не заметили, как упали, разбились и в синяках валяются на обочине. По сей пору оттуда торчит высоко задранный нос. И они считают себя невероятно крутыми. Поэтому уж если... Мне впаривают постоянно, звонят. Во! Во! Поэтому, конечно, с RDX, скорее всего, они облажаются с ценой. Но мы можем дать им возможность все-таки поиграть в это. Либо переходите на Touareg. И Touareg в 2 миллиона вы точно получите уже очень достойный аппарат. При этом вам не будет стыдно за свой выбор. А лошадок сколько там будет? А по-разному. Она такая мощная. А по-разному. А там разные варианты есть. Там есть шикарный совершенно губозакатыватель сенсорный. Там есть всякие там попожужжатели. Там много опций. То есть можно комплектовать машину за 3,5 миллиона. Мне абсолютно не нужны. Мне нужно, чтобы она была маневрена до 250 лошадок. Потому что я многодетная мама. Мне хочется все-таки... Быстро удрать. Нет, быстро ездить. Меня обычно прощают. Поэтому удирать мне не надо. И чтобы не платила, я этому жду. Ну да. Тем более, что вам свыше 200 лошадиных сил запрещено Собяниным лично иметь машину. Многодетные у нас имеют льготу только в том случае, если у них машина до 200 лошадиных сил. Если у вас 201, то вы с точки зрения нашей столичной власти либо вор, либо мошенник, либо еще кто-то. Поэтому 200... Это вот с 1 января у нас вступили новые налоговые ставки на транспортные средства в Москве. И многодетных лишили права иметь машину мощнее 200 лошадиных сил. Пользуясь льготой. Пожалуйста, пользуйся, но плати по полной программе. Транспортного налога я не освобождена. А почему? Ну, раньше же освобождались, но многодетных насилий транспортного налога. Была такая льгота. Вот сейчас только ее взяли и прищемили нам с вами. Вот я же просто говорю. То есть я, получается, не освобождена. Поэтому я хочу уложить 249 лошадок. Правильно. Значит, у вас есть еще, например, Toyota Highlander. Американец, который? Американец. Есть же еще Honda Pilot, но этот ящик, он не маневренный. Не хочу, он не маневренный совершенно. Да-да-да, он не маневренный. Он просто большой. Большой чемодан, как 56-й. Вы еще и на этом мастодонте успели покататься, попугать людей. Я начал только не каталась. Вы блистательная многодетная мама. Все-таки зайдите к Volkswagen, посмотрите, как он будет вас уговаривать на свою машину. Тем более сейчас, все-таки там еще с прошлого года кое-что завалялось. Но да, по мощности двигателя есть такая проблема. Хотя у Touareg есть несколько вариантов с достойными моторами, которые позволяют быстро ездить. А чем Touareg хорош? Тем, что он нормально рулится. Сергей, это вы. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Значит, у меня к вам есть, скажем так, пара вопросов. Давайте. Нет, Сергей, такого же клера, который вы не могли бы продуть и поставить на место. Совершенно верно. Мало того, еще какой-нибудь другой поставить. И еще поплавковую камеру, если надо, уровень в ней выставить, тоже легко сделаете. Запросто. Эх. А бегунок на морозе поменять голыми руками? Ну, вот на морозе нежелательно. Ну, все равно же сможете. Сможем. Конечно, да. Сможем. В общем, у меня вот такой вот вопросик. После долгих мучительных выборов пришел к однозначному своему такому решению. И остановился, и приобрел автомобиль Kia Sorento. Ну, и правильно. Дизель-автомат. Вот. Доволен автомобилем, скажем так, как удав. Но единственное, что в нем расстраивает, правда, есть еще одна проблемка, это, на мой взгляд, немножко жестковат. Ну. И сейчас, значит, у него первый родной комплект резины подходит к концу. Собираемся, значит, приобрести ему и поставить что-то другое. Есть такой проект. Увеличить ширину профиля. Так. Да. И, ну, круглый год я езжу только на одной резине. Ни шипы, ни лето не ставил. Так. И что-то из области, скажем так, зимнее европейское. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, то есть, вам нужна на самом деле почти оффроудная резина. Которая бы не... А при этом вам нужна зубастая? Вам что, нужен Биев Гудрич, Микки Томпсон? Или вы собираетесь на Нокиан на обычном, на Континентале? Ну, стараемся, конечно, что-то подешевле приобретать. Ну, это не в нашей стране. У нас все подороже. Мы же богатая страна. Вот. Я имею в виду, как это скажется, скажем так, на устойчивости автомобиля на дороге. Ширина профиля вы, собственно, прибавите на сколько? На один сантиметр или на два? Это получается два сантиметра. Двести пятьдесят пятая ширина и восемнадцатый радиус. Ну, на самом деле, при прочих равных условиях, мы с вами, если вот так вот в лоб считаем, то линейкой меряем и получаем, что шире, поэтому у нас пятно контакта больше. А дальше что? А дальше все зависит, например, еще от самой резины, от ее экологического класса. Жесткая она, мягкая. Какое у нее сопротивление к отчению? Мы его не учитываем никогда. Поэтому, если мерить в сантиметрах, то так вот навскидку, причем если у вас внешний радиус не меняется, по большому счету... Нет, внешний радиус он должен увеличиться автоматически, потому что высота профиля останется та же самая, 60%. А, то есть вы хотите просто растопыриться немножко пошире. То есть после того, как вам стало жестче на амортизаторах, вы решили сменить резину? Ну, ее автоматически надо менять, потому что она кончится в следующей зиме. А почему вам не сделать резину уже, но выше профиля? Чем выше профиль, тем она, по большому счету, все равно будет мягче. Чем ниже профиль, тем она будет жестче, потому что, тем более, на низкой резине, на низком профиле вам нужно будет всегда очень трепетно относиться к ямам и к давлению. А на высоком профиле попадание в дырку, в колодец или в земную щель, ничего страшного. И, если что, нужно будет подспустить, особенно на оффроуде. И никаких проблем тоже это не вызовет. Может быть, 245-ю тогда или 235-ю? Нет, у нее родная стоит 235. Так, 235, хорошо. Можно взять и 225, но профиль, например, 75-70. Высота профиля, она сделает мягче вашу езду. Ну, хорошо, еще подумаем. Тем более, что резина очень много. То есть, одна и та же резина иногда бывает, что называется, с пометочкой SUV, для того, что они называют кроссоверами. И это, оно, в принципе, очень сильно по характеристикам отличается от аналогичного продукта, сделанного в этом же типоразмере, но для легковой машины. То есть, разбираться здесь, это приятный хлопот. Разбираться вы будете очень долго. Андрей на связи. Алло, здрасте. Здрасте, Андрей. Добрый вечер. Хотел спросить, у меня сейчас спортфокус. Третий универсал, двухлитровый, коробка механика. Вот хотел бы какую-то альтернативу себе автомобиля, что-нибудь повыше. Вот рассматриваю, хотел спросить у вас, как посмотрите на автомобиль, новый Ford Kuga, который вот выйдет в апреле. А скажите, вот сам по себе фокус, он вас как, радует? Вы знаете, вот если честно, у меня до этого автомобиля был тоже Ford Focus, трехдверный, в самой простой комплектации, Ambient. Вот это было, там был даже без кондиционера, была хорошая, хорошая машина. Вот проблем с ней не было вообще за три года эксплуатации. В этой машине вот только с первого дня у меня начала стучать там рулевая колонка, ее поменяли через три месяца по гарантии. Ну вот такой неприятный, конечно, был. Но вообще машина, машина хорошая. Ну, что низковат, низковат. Хотя у меня комплектация с Аниум хорошая, но вот эта проблема была у нее. А так, в принципе, автомобиль мне нравится. Ну, тем более, все-таки от Ford к Ford, Kuga. Kuga сейчас придет, опять нужно будет год ждать, пока научатся гайки заворачивать. Какая бы машина ни была. Ну, я вот тоже так думаю, что сразу же, наверное, не будет этот автомобиль таким, чтобы был. Не будет, не будет. Вот по статистике, когда машина только-только выходит на рынок, производитель, любой абсолютно, он ставит эксперимент на живых людях, то есть на клиентах. Неважно в какой стране, неважно какого бренда, покупатель становится бесплатным испытателем завода. И вот именно по статистике в течение первого года номенклатура комплектующих, то, что мы жаргонно называем запчастями, меняется от 30 до 60%. Представляете, что такое поменять 60% комплектующих? Это значит все втулки, все подшипники, там куча рычагов по мотору, по сцеплению. Это вот, ну, это очень много. Я знаю машины, у которых 60%, я знаю машины, у которых меняли 30% за первый год. Потом потихонечку, полигонечку, за три года до рестайлинга подбираются остальные сопли. Kuga новая, она не является новой, это рестайлинг старой, то есть это все то же самое, накрыто новым кузовом. Она, по-моему, проигрывает по дизайну, первая была экстравагантнее, ну, в конце концов, ладно, обновили и обновили. Значит, мы в таком случае, с одной стороны, рассчитываем с вами на то, что все технические решения, там, проверенные временем, поскольку все-таки это не новая машина апгрейд, но все равно они накосячат. И по электрике она новая, и по дополнительным опциям, которые туда навтыкали, они тоже новые. Год сидим ждем, через год, ну да, то есть вам придется еще на своем фокусе спокойно и практически радостно кататься. Гарантия не закончилась еще? Не, нет, машине только полгода. О, ну, тем более, когда полгода. То есть вам не имеет смысла ее продавать, потому что вы сейчас просто выкидываете деньги на ветер, вы спокойно откатываете два года. Я понимаю, а какая-то другая альтернатива Куга есть, вот кроме Куга, если... Все остальные кроссоверы стоимостью лимона... Это там Kia, Sportage. Да, и Sportage, и все Volkswagen Yeti, и всякие AX35, и корейцы прочие, там, типа, более крупных Sorrento, и X-Trail. Это все нормальная альтернатива, и даже коптивы туда же. Перерыв на новости, на рекламу, потом поговорим. Сообщение с сайта. Катаюсь на третьем хомяке. Третьим хомяком на жаргоне автомобилистов называется Hammer H3. Хочу взять вторую машину, но побольше. Что посоветуете? Dodge Ram, Tundra или F-150 Raptor? Конечно, F-150 Raptor, он завораживающий внешности. Он потрясающе смотрится. Оборачиваться будут все. Если вы еще не женаты, то в данном случае женитесь на 100%. Если хотите набрать коллекцию любовниц, в кузов можете погрузить их лопатой огромное количество. Но, конечно, правильный ответ это Dodge Ram, потому что Dodge Ram это все-таки грузовик. Это ZIL-130. Просто этот ZIL-130 очень цивилизованно выглядит. Он сделан по законам грузовикостроения. Это, в принципе, другая идеология. Причем можно взять не 1500, а, например, 3500. Это вообще будет потрясающая машина. Вы ее завещаете своим внукам. Ну, или вы любовницу подарите. Еще от Григория вопрос по поводу ХС-70. Это Volvo. Есть ли смысл переплачивать за D5 или хватит D4? D4 замечательный совершенно мотор. Мне он очень нравится. Но D5 это шедевр. Вот это такой шедевр, рядом с которым очень тяжело стоять без придыхания и без специального такого пакетика. В этот пакетик я бы рекомендовал всем собирать капающие сладкие слюнки. Потому что настолько интересно инженерно это исполнено и, кстати, настолько работоспособно, что даже на нашей солярке живет. Я на D5 катался на Украину и обратно. Это было увлекательно. Там две турбины и ХС-70 на двух турбинах. Вообще, ХС-70 это флагман. ХС-90, он, конечно, уже старенький. Он, в принципе, не шедевральный. ХС-70 это лучшая китайская машина на сегодняшний день, которая только есть у фирмы Volvo. С D5 это очень правильно. И если такая штука просится в руки, берите, это будет нормально. У нас на линии Роман. Роман, здравствуйте. Друзья, здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопросик. Я там в Эстонии и очень много приходится ездить по дорогам России. И вот как-то под Москвой меня остановили полицейские и попросили так очень навязчиво. Попросили материальный перевод прав. Насколько они правомерны были с эстонами? А вы у нас не резидент, вы у нас иностранец? Да, я иностранец. То есть вы иностранец, у вас документы иностранца. Я не эстоник, да, да, да. И право, соответственно, тоже иностранец. Понятно. И машина эстонская. И въехали вы в нашу страну не полгода. По временному возу. По временному возу. А вообще-то, конечно, они идут нафиг. Были бы вы американцем, еще жующим жвачку, они бы вообще к вам не подошли. Вежливо бы извинились. А поскольку, с одной стороны, вы роман, что несколько приближает вас этнически к нам, а с другой стороны иностранец, вроде бы не знающий свои прав, они, конечно же, вас могут потрепать именно потому, что дайте денег. Это неправомерно пошли они в баню. И нотариально переводить права? Ай, какие молодцы. А пусть они покажут нормативно-правовой акт, из которого это следует. Там, на самом деле, нормативно-правовых актов несколько, но тот, который позволяет им подобные вещи делать, они никогда в жизни не найдут. Владимир у нас. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Сергей. Значит, хотелось бы, вот, ваше мнение. Езжу сейчас на Хонде Серви 98-го года. Ух ты. Праворульная с механикой. Японка. Обалдеть. Какая удивительная комплектация. Да, вот так вот получилось. Я когда ее брал в 2002 году, ну, у нее на одометре было якобы 38 тысяч. Не знаю, верить, не верить, на четырехлетку у меня. Вот сейчас у нее 400 тысяч на одометре. Вот, пора бы, в принципе, что-то уже задуматься о замене. Зачем? Красивая цифра 500 просится. Нет, я, наверное, не собираюсь ее продавать, она все равно останется. Машина хорошая. Она, в принципе, меня ничем не обижала. И с крупного поменял, только, может быть, там, в районе 110 тысяч я поменял. Немножко стал отравить рулевая колоночка. Да, понятно. Ну, рычаги там, эти самые подвески, вот, пордольные по одному разу поменял. И, в принципе, все. Остальное только расходники. Но, Роман, как только вы эту машину оставите себе, купив другую, поставите ее на какое-то время, она тут же развалится у вас. А, нет, ну, ездить по ней все равно надо будет. Не, каждый день. И как только вы машину ставите на неделю, она начинает хворать, через две недели у нее болит животик, через месяц она заржавела, и внутренности у нее тихо отвяли. Ну, она у меня, да, сейчас она каждый день бегает. Вот, по маслу, вот, немножечко. Сейчас она у меня на 10 тысяч, я где-то доливаю в районе литра. Не очень криминально. Не очень, не очень, не очень, да. 400 тысяч более-менее приемлемо. Замечательно. Вечная машина. Есть ли смысл там пачки маслосъемные там заниматься, менять? Нет, ну, можно, конечно, ковырнуть, но я боюсь, что вы найдете сразу целый комплекс, потому что это, наверное, не только маслосъемные. Там уже, наверное, и колечки, там уже, конечно, и втулочки, там уже может сальник коленвала быть. Вы только открыли, а там целая коллекция приключений. Да, и еще самое интересное, что вот я на сервисе Хонтовском обслуживаюсь, ребята знакомые там. Родное сцепление до сих пор еще ни разу не менял. 400 тысяч? Вы аккуратный водитель. Да, судя по всему, да, потому что первая четверка у меня была, я ее продал на 300 тысяч, человек тоже с разным сцеплением. Удивительно. Эх, вас бы отловить да куда-нибудь в палату мер и весов в качестве эталонного водителя, которого можно было бы назвать «золотая нога». Ну, в принципе, вот я вот, кстати, пополню все-таки альтернативы, значит, что бы можно было бы, ну, опять-таки, хотя бы с механикой. Автоматов не люблю, но с механикой, как видите, я обращаюсь нормально. В общем-то, что бы можно было бы. А руль где? Ну, руль левый, наверное, сейчас уже. В принципе, я пересаживаюсь туда-обратно без проблем. Вот, езжу кататься на лыжах там в Европу и на правый, на левый руль сажусь без всяких проблем. Владимир, вы потрясающий человек. Вам подойдет любая машина абсолютно. Любая машина, которую вы возьмете, она будет вами спасена. Неважно, она молодая, старая, из салона, не из салона, все, что вы возьмете, станет только лучше. Но вы-то уже на что-то смотрели ведь? Ну, я так посматривал, значит, этот самый Тигуан меня, значит, зачаровал политикой Фольксвагена по формированию комплектаций. Совершенно мне это не нравится. Ну, вот, с Yeti, ну, в принципе, неплохо, но Yeti больше, как говорится, имею возможность купить козу, но не имею желание. И желание купить коня, но не имею возможности. Да. Так, в принципе, Audi Q5, в принципе, более-менее так нравится. Ну, конечно, переплатить бешеные деньги за четыре колечка тоже не очень как-то хочется. Да, тем более, что сколько вы ездите на Q5, там все вокруг говорят, о, на седьмого не хватило. Понятно. Так, а корейцы? Корейцы, корейцы смотрел, но корейцы тоже. Ну, есть маленький бзик у меня, тот самый, хочется все-таки свет. У меня на фондочке я поставил, ребята мне поставили, вживили хеловский биксенон, линзованную, так сказать, пару в родные поставили. После этого садиться нам по обычный свет уже не хочется. Хочется биксенон, потому что свет намного лучше, как говорится. Лучше. Замечательно. А у многих вот тот же самый Kia Sportage, биксенон только с автоматом, с механикой не дают, гады. Вот Йети предлагает, с механикой можно взять ксенон. Ford Puga, в принципе, предлагает ксенон с механикой можно. А все остальные, вот, только высшая комплектация, та же самая Honda смотрел и на сервисечку, тоже только с автоматом. И в обязательном порядке губозакатыватель, потому что без него никак. Русский современный человек, кожа, рожа и автомат. Рожа собственная, все остальное опционально. Кожа мне нафиг не нужна, у меня, так сказать, материя, алькантар, это самая прекрасная салонная, ничего. Алькантар, алькантар, конечно, самый шикарный, кто ж спорит. То есть получается тупик, либо вы идете по пути рукастого мужика русского, когда вы покупаете машину в другой комплектации, а потом вам знакомый ребят ставит туда биксенон. Ну, в принципе, на Хонде я уже разговаривал с мастером, в принципе, биксенон поставить, говорит, не проблема. Если, знаешь, сервисечку возьмешь, с механикой поставим, биксенон можно будет поставить, ничего сложного. Ну, не только лампочка, а весь комплекс с корректором в том числе. Да, всю фару, всю фару, всю фару полностью, да, далеко. То есть все целиком, все дорого, все с размахом. Да, ну, если ставить, то нормально, в общем-то. У меня правый руль, у меня у левой стоечки смонтирована видеокамера и мониторчик 7-дюймовый, чтобы безопасно можно было на обгон ходить. Безопасность, она ведь дороже всего. Стоимость камеры с монитором в пределах 1 тысячи долларов, но жизнь-то дороже все равно, как говорится. Владимир, вы блистательны. Берите совершенно любую машину, потому что даже если она в какой-то момент вам, что называется, ну, не сильно глянется полностью с вот той комплектацией, которая на продаже была, вы ее улучшите настолько, насколько даже производитель не додумался. Вы очень талантливы и очень по-доброму улучшаете то, что попадает вам в руки. Вот видно, что вы любите технику, и вы с ней общаетесь не как с предметом, который вас обслуживает, а как с изделием, приносящим пользу. Вы явно пользуетесь такой вот любовью этой техники, ответной. Вячеслав у нас на линии. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Сергей. Спасибо огромное за безумно интересную передачу. Вам спасибо, что слушаете. Сергей, такой вопрос. Оставлял сообщение на сайте, ну, решил, что-то позвониться. Правильно. Сейчас катаюсь на зафере, на зафере стоит вопрос передо мной выбор новой машины, именно новой. Представляю, как-то новой. Ну да, X-Trail вы указали и еще как-то. Совершенно верно. И Santa Fe, во-первых, ну да, интересует меня в первую очередь именно, наверное, внутренний объем автомобиля. У X-Trail же, вот у Zafira ящик сзади больше, чем у X-Trail. У X-Trail, особенно когда там они полок этих нагромоздили, жутких своих. То есть здорово, что X-Trail можно в багажник, по крайней мере, изнутри мыть шлангом, но пользоваться им очень неудобно. И Sportage Santa Fe, конечно, чуть-чуть побольше. Но если вы хотите, я, насколько помню, лодку и мотор туда засунуть, вы посмотрели на такую экзотическую штуковину, которая называется Citroёn Berlingo Track. Это с увеличенным... Я видел, честно говоря. Это коммерческая машина, то есть это Citroёn Berlingo, он же Peugeot Partner TP, но он существует только в исполнении Citroёновском. У него поднят дорожный просвет до 20 сантиметров, и у него самоблок стоит. У него дифференциал самоблокирующийся. Получается, с одной стороны, там потрясающая совершенно кубатура, туда можно запихать всё, что угодно, там можно ехать стоя, сидя, лёжа. Сзади помещается, ну, лодка надувная только, потому что если вы туда... Ответственно. Да, цельнометаллическую сунете, не получится. Зайдите к какому-нибудь дилеру Citroёну, посмотрите на эту машину. Она моноприводная. В общем, передний привод и всё. Но она очень интересно реализована, и подняли они её, и фирма Данжель сделала ей блокировку только под наш рынок. Это вот специально для нас с вами. Я, Вячеслав, подозреваю, что даже это, в принципе, для вас. А тем не менее, если вот, всё-таки, смотреть в сторону X-Trail, либо Santa Fe, что вы, на ваш взгляд, более подходящее, более надёжное, менее дорогой в эксплуатации? Нет, нет, менее дорогого не будет ничего. Вас, как липку, обзерут, естественно. На лык ещё пустят, и даже на прокладки. И там, и там. И, конечно, конечно. И корейцы в последнее время в безумии. Это же называется прибыльность бизнеса. И Nissan давно уже свирепствует. И поэтому, ну, Santa Fe, он интереснее X-Trail, но Santa Fe вот сейчас уже придёт новый. То есть вы покупаете старую машину. Она устаревает буквально через, там, месяц. И приходит к нам другая машина. Но другая машина, это означает, что она только стартовала, и ещё её не научились собирать. Даже корейцы, хотя они, ребята, скрупулёзные. И нужно целый год ждать. Вы, с одной стороны, на Zafira сейчас... Какие-то букашки начнут вылазить? Да-да-да-да. Вот сейчас вы катаетесь на Zafira. Пройдитесь, посмотрите. Тем более после Zafira. Вот Citroënчик, это будет достаточно логично. Хотя, конечно, полный привод расширяет диапазон. То есть он позволяет больше. Ну, собственно, вот так увлекательно пролетел целый час. До завтра. До свидания.